12 глава, 18-19 стих. Исходящее из уст, из сердца исходит. Сия скверняющего века. Ибо из сердца исходит злое помыслы, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кража, уже свидетельство, хуление. Исходит из сердца с языка. Вот скверняющего века. И при том, как скверняет, морает. А как? Но сегодня найти человека, который не серднословит, очень трудно. Совсем. Мне Господь дал благословение, мне 68 лет, я ни одного матерного слова за всю жизнь не сказал. У нас в семье они звучали от отца. А Бог дал страх. Говорят от родителей, дети, не всегда все-таки. Ни одного. А уже в камере, где в армии, там на одних матах все стоят. Господь сохранил. Поэтому вы детей можете сохранить, если дадите им страх Божий. За каждое слово придется отвечать перед Богом. А если уже ребенок говорил, привести покаяние, сходить на исповедь, все сказать. И следить. Дайте ему понять, что так просто не пройдет. Слово осквернение встречается в Библии. Слово 188 раз. Значит, этот грех очень распространен был. Третья книга Езер 1, 26. Господь говорит так. Я не услышу вас. Восквернили руки ваши кровью. Ноги ваши быстры на человека убийства. Вот оскверняется человек. А тут описано и сердце. Человек задумал. Ну а дальше все. Все фильмы-то ведь на этом стоят. На сегодня говорили. Мы посмотрели кое-какие. Вот там боец разный. Ему кто-то желает смерти. То другой. И все остается один живой. Я позавчера получаю звонок от Барнолова. Следователь, который меня посадил в 1886 году. Он намного умножен меня как умер. Все. Прокурор, который меня посадил. Я еще не вернулся из лагеря. Он уже умер. Писали которые статьи в газете. Самый лучший журналист московского комсомольца. Нашли убитого в подвале. В Потеряевке жил подполковник милиции, который пакости творил. Скончался и как будто не было. Он ровеских не был. То есть перед Богом что-то, какие-то весы все-таки есть. К нам приезжала вот праправнышка, основателя. Потеряешься, потеряя его Евдокия. Через 72 года она навестила родные ребятки. Кто раскулашивал, ни одного нигде нету. И нет ни одного уже лет 30. А она живая. Еще привезла мужа сюда. Сверхбольного. Все-таки что-то есть. Я вот знаю, кто долго сидел. Такие, как Солженицын, Волков, Шаламов. За 93 года все пожили. Вот Лихачев. Что-то у Бога вот такое есть. Оно приоткрывается в этих действиях. Я не услышу вас. А эти люди не были осквернены кровью, а наоборот проливали кровь. Книга Левит, 20 глава, 3 стих. Я обращу лицо мое на человека. Так говорит Господь. За то, что он отдал детей своих молоху, чтобы обесчестить имя мое. Молоху приносили в жертву. Если ребенка не научит страху Божию, дети пойдут служить молоху. А за счетом христиане делает злые дела и бесчестит имя Божия. Не только позор семье, отцу, что ты не воспитал ребенка, который рядом с тобой жил. А то бесчестится имя Божие. Это самое страшное. Ради вас улиться имя Божие, как написано. Все будут так там показывать. А есть ли уважение тем людям, которые были верующими, а пошли? Нет, это соль выброшена на попрани. Мир презирает. Я говорю уже, говорю, то, что испытал. Вот эти московские патриархии, так приучились, они все где-то с властями. Вот года два назад только приезжал здесь главный против всех. выступал, говорил, в епархии, а не где-то, и против меня, Дворкин. И тут же встал офицер КГБ и говорит, а мы на меня готовим, уважаем. Он говорит, всегда говорит, как есть. Понимаете как? Какие свидетельства? Что если ты ни налево, ни направо, а прямо идешь, я христианин, мне этого нельзя. Да нам надо, я ничего не знаю, я мертвый уже. И им это на сердце ложится больше. Нас бы не должны были зарегистрировать, по уважению нас зарегистрировать. А причин, чтобы не зарегистрировать, было очень много. Потому что первый раз вообще отказали, открытие потеряевки. Из Итии 36.17. Он осквернил ее поведением своим и делами своими, эту землю. Оказывается, земля, она может подносить, она сквернена. Вокруг нас земля вся скверненная. А та земля, на которой живут верующие, благодарят, а они освящены. А земля освящается словами. Ты идешь, пасешь. Где бы ты ни был, встань и помолись. Ты не знаешь, какие опасности. И Господи благодарен за эту землю. Трудно представить, что земля тысячелька несется в космосе. Как думаешь, это ужас какой-то охватывает. И неужели это так? И со скоростью пули она где-то несется. Может быть, ученые ошиблись, она в виде тарелки, все-таки так, как-то удобнее думать. Нет. Мы должны освящать землю. Даниил 1.8. Даниил положил в сердце своем. Не скверняйся яствами, которые давали. Где бывает, вы быстро руку не протягиваете. Иногда угощают, подают. Не бери. Лучше не брать. А ты не брал ни разу. Заключенные получают на общество. Я никогда, ни к одной, ни к одному прянику нигде не прикоснулся. Я отошел и морю. А второе придет своим, делюсь, отдаю. И уже все с этим привыкли, и все ему нельзя. 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 Христос не велит. Но дело другое. А если так нельзя, ты не уважаешь меня, тут тебе живым не быть. Я христианин, мне нельзя. Мне мой Христос запрещает. И это неверующие совершенно люди это понимают. Приучите к этому ребенку. Не прикасать. А тут и папиросик, и пиво, и бутылки, и чему угодно прикасаются. Не брать. Это запретно. Иаков 1.27. Чтобы хранили себя неоскверненными от мира. Тут написано, что оскверняет человека. Я беру места. Библии, как и говорят. Мир весь скверный. И поэтому, встречаясь с миром, мы должны опасаться. Подходишь, они руку протягивают. У нас не положено это, я говорю. Здравствуйте, я желаю тебе добра. И на этом все. Попробуй им не подай руки. Они уже теперь поясняют. У них нельзя. У них нельзя по их дебе. Иаков 3.6. А язык оскверняет все тело. Как он оскверняет язык? Ну написано. Всю нашу жизнь оскверняет язык. Главное это осуждение. Неправильное суждение, ереси. Человек начинает толковать по-своему, поносить. 2 Петра 2.13. Некоторые живут в ежедневной роскоши. Сромники и осквернители. Они живут богато. Говорят, какие-то там тусовки у них. Собираются. А чем они занимаются? За вечер проиграл машину. Что это такое? Считай олигарх. Ежедневно во время отпуска тратил 50 тысяч долларов. Долларов. Это нужно тебе. А что там? Продажная любовь. Сромники и осквернители. 2 Петра 3.14. И ожидая неба, постарайтесь явиться неоскверненными и непорочными в мире. Надо стараться. К этому миру не прикасаться. К чему мир стремится? От этого надо отвращаться. В мире все чужое для нас должно быть. Я вот за год не знаю, купил что или нет. Пришел, посмотрел, вышел. Ну вообще это даже нам и не надо. Господь да. У нас завет много всяких. А радио можно слушать бесплатно. Иуда 1.23. Обвечайте со страхом, внушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью. Человек может быть чисто вымотый, каждый день несколько раз стирать одежду, и она осквернена грехами. Поэтому с кем ты знаешь, что не прикасайся к одежде, а ты возьми и другое. Даже в гигиеническом плане. Никогда чужую одежду, чужие шапки, носки, обувь, никогда не надевай. Ты не знаешь, чье это. Иногда голосы накладные делают, своих нет, и вот на голове строят башню. А я, ну, по-моему, это все объяснял. Ты, говорит, берешь голос, и, быть может, от человека, который умер. Я как-то не подумал. Да ты, может, берешь от человека, которого уже душа в аду мучается, он тут же сорвал себя. Ну, ты, маленько, продолжай дальше думать-то. Чего себе? А Ефрем Сирин говорит, в судный день, когда придет Христос, хотел бы я посмотреть, с этими башнями в чужих волоках, встретили Господу, вас понесут ангелы или нет? Или это не твое, они все-таки оторвут тебе эту башню? Поэтому, когда в храм вы приходите, старайтесь в волоках, чтобы не выше головы были, а с Богом. Вот откуда это решение. Послание к Титу 1.15. Для чистых все чисто, а для скверненных и неверных нет ничего чистого. Верующему ничто не повредит. Здорово, если... Я просто не хочу приближаться, я поясняю. Если я в руки возьму даже потерю осы, мне не повредит это, лишь бы я не курил. Там перенести... Мне этого нельзя. Я не могу переносить водку в ящиках, грузчиком я устроился. Я христианин, мне нельзя. Я слышал о стойкости бактистского руководителя, Винца, который сидел. Его оставили там. Дежурную милицию на ночь, пока ты ящик не унесешь. Один ящик, а он ящик с папиросами. И он замерзает здесь. И он так и не тронулся с места. Мне не положено. Наработал со всеми вместе уже в годах. Им надо сломать человека. Нам не положено это. Я принесу, а человек будет курить. Но все равно же будет курить. Ну, пусть без меня, я в этом не участник. Нам пример показан. И это никогда, это в наши дни буквально. Премудрый феррак 22.31 говорит так. «Наушник оскверняет свою душу». Поза глаза. Наушник, то есть он тебе на уши чего-то дает. Разговоры ведет разные. А ты всегда проверь. Так или не так. Я скажу, вот слышу. В этом ничего особенного нет. Пришла и сказала. Я услышал, вот у вас так-то, так-то. А правда или неправда? Неправда. И человек по тебе разъясняет. Нет, услышал, бегом, скорее понесли до другого. Наушник. Он оскверняет три души сразу. Себя, кого слушает и того, кого судит. Серахов 35.24. Когда кто омывается от осквернения мертвым и опять прикасается, какая польза от его омовения? Пришли наиспой. Я спрашиваю. Ну а потом приходят люди, опять в этих грехах каятся? Опять. Да грехи-то не простые какие, а буквально смертные. И сколько ты лет исповедуешь? Да уже почти 30 лет. И 30 лет люди к тебе одни и те же ходят, да? И не исправляются? Нет. Значит, что же не срабатывает? Если ты это ненавидишь, ну ясно, такие как грех там, там, простого, там, что-то еще такое может быть. Ну явно это грехи, это не наша совсем область. Один раз отошел от этого, все. Любишь ли ты слово Божие? Я смело могу сказать, да, я его люблю. Проповедуешь другим? Да, стараюсь, сколько могу. Примудритель 1, 43, 10 говорит. Где беда большая? Притом неоднократно я считаю вам. А кого-то беда постигнет, чьи дети идут в мир. Забудьте, чтобы в детстве, как бы она ни осквернилась, или не сделалась беременную в доме отца. А ведь раньше так не было. Отец сказал, какой возраст, что, за кого, это не касается. Благословил ее отец, все там она и будет. А это есть осквернение. А сегодня буквально весь мир осквернен этим грехом. И никто его за грех не считает. Одна у нас готовилась к крещению, а потом допустили. Незаконный сын. Здесь он был, приходил. Я говорю, у тебя вот главный грех, вот видишь как. И она никакого покаяния даже не проводит. Я говорю, так сейчас, все так, она права. Все так незаконно. Не все, конечно, но большинство. Разве это нам оправдание. Что бы люди ни делали. Ты всегда меряй другими весами. А как на это смотрит Господь? А будет страшный суд. А так ли там будет? Сидят у князя. Идет пир горой. И тут же сидит Феодосий. И горько вздохнул. А на суде Божьем будет ли эта музыка? Не будет. Значит, все остальное пустое. Что бы ни было, ты рассуждай. А как это будет перед Богом? Ты не знаешь, как перед Богом будет? Мы знаем, как суд будет. Мы знаем. Ты открывай книгу Библии, и там найдешь. Поставятся престолы. Потечет пред престолом огненная река. И в эту реку надо будет всем зайти. Пройти через нее, как говорит Ефрем Серин. И прайник посияет, как солнце. Как трудно в это поверить. А вы детям это прививайте. Вот даже крики какие-то, такие дикие. Как кто подошел в школу, ничем школа не отличается от мирских. Такие несуразные крики кричат, как детей верующих сразу должно быть видно. У них и игры такие спокойные. Вот этого визга не должно быть. Вы один раз другой поговорите. Скажите, а вот сейчас явится кто-то. Как он нас определит? А вот сейчас явится, как террористы захватили заложники. Что из нас пойдет тогда? Последние слова наши какие будут? А если он подойдет и увидит, что здесь люди верующие, каждый перекрестился, по-другому будут вести себя. А вот чтобы явно был христианин, его убьют или нет, я скажу, что могут убить. Но они относятся с благодиением. А вот священник Анатолий, это там застрели или чеченцы? Правильно. И потом я узнал, считаю в другом журнале, милицейском. Оказывается, он майор КГБ, переоделся в форму священника, и удостоверение КГБ забыл выложиться. Его же собрались отпускать, а пришел один террорист и начал проверять его. Проверил, проверяю и нашел. Но он может быть и священником уже рукоположили, все может быть, они его уже не выпустили. Потому что он совсем оказался не тот, он пошел в разведку. Ну и остался он всегда там. А если по-настоящему человек, я с мусульманами беседовал, я к ним не скажу, что враждебно или как, но я каждому из них говорю. Говорю о том, что Магомед вас не спасет, что Магомед обманщик, как говорит Кирилл Иоаннгро, это Мефодий. Ну то, что у нас в книге, в 18-м томе. Я думаю, сейчас они разобидятся смертно, ничуть не бывало. Они нормально, совершенно разговаривают. Мне сколько раз говорили, в интернет не выставляйте, они убьют, они зарежут. По сегодняшний день хожу живой, потому что они знают, что из уст наших исходит Слово Божие. Это на другом уровне, не в одном сознании. Если вы встретитесь, вас остановят разбойники. А это жизнь и все может быть. Меня сколько раз с ножами останавливают. Что ты ему скажешь? Только одну не убивайте, задрожишь, а он для того и пришел, чтобы убивать. А если ты перекрестишься и скажешь, во имя Иисуса Христа, да будут руки твои благословенные. Если Господу угодно, залежь меня во славу Божию. Напрасно я землю занимаю, а если нет, ты грех возьмешь. Я молюсь за твои души, чтобы Бог тебя нашел. Он по-другому разговаривает, он меня до самого дома проводил. Ты забудьте о том, чтобы из уст выходила только добрая. И тогда ему скажи, никакой убийца, никакой разбойник. О, царствие Божие не наследует. Самое это страшное, ты будешь мучиться в аду. Ты ему засвидетельствуй. Кто-то из нас попадет в тюрьму, а может быть все. И вот тогда внутри вас сердце-то и покажет, на что мы способны. Чему мы научились. Даже все забудешь. Одно повторяю, Христос любит мир, который кается перед Богом. И Христос ненавидит этот мир, который не приносит покаяния. Докажемся мы в числе тех, из уст которой приходит благодать, которая пожигает все, что есть в этом мире греховного. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok